Парк Космос Парк Космос Предварительно был создан парк Атлант Я вам про него тоже рассказывал И водители в этот парк Атлант перешли Балансы свои на Моментуме В парке Космос обнулили А если вы не обнулили Можете обратиться По номеру ватсап, который будет внизу Если у вас какой-то баланс оставался То вам вернут Там какие-то считанные копейки Всем остальным давно уже Уколо более-менее крупной суммы Все это возвращено именно в парк Атлант А Моментум Сказал, что минимум две недели Нужно ждать денег Для того, чтобы система Рассчиталась с парком Предыщая попытка была неудачной Без остановки парка И вот парк остановили И все, наконец-то рассчитались И теперь парк Космос стартует С новой платежной системой И о Моментуме можно Спокойно рассказывать Кстати говоря, условия в парке Космос Остались те же То есть 2,3% Это один из минимальнейших Процентов комиссии На рынке Заработающую техподдержку И вывод теперь стоит Не 60 рублей, как раньше А 1,1% И работает через джамп Минимальная комиссия за вывод 30 рублей Перевожу на русский язык Те, кто выводит деньги каждый день То есть в пределах до 6 тысяч рублей Для тех Работа с парком Космос И новой платежной системой Стала дешевле То есть если вы в среднем Выводите 3 тысячи Без нала каждый день То для вас Вывод подешевел вдвое Так что прошу пользоваться Ну и соответственно Многие, кто работает в Атланте Давно просили парк Космос Снова перезапустить Потому что привыкли работать По двум паркам Это в два раза больше Кнопок домой В два раза больше Кнопок по делам В общем, если вы раньше Работали с Космосом Но вам не нравился Моментум Прошу Добро пожаловать Ссылка в описании Если вы работаете в Атланте Но хотите теперь Работать по двум паркам Я уже объяснил По каким причинам Опять же Ссылочка в описании Если вы работаете В каких-то других парках По системе Моментум Задумайтесь И тоже можете приходить В Космос Ссылка будет в описании А что же я хотел рассказать Про Моментум Да дело в том Что Моментум Однажды меня Довольно сильно кинул И как выяснилось Кидал он не только Меня Ситуация была Ровно год назад В июне 2020 года Мне попался заказ По которому пассажир Должен был поехать В Москву А тогда действовали Цифровые пропуска Цифрового пропуска Конечно у меня не было Времени заниматься Его оформлением Тоже не было Потому что человек Опаздывал На поезд Ему нужно было На белорусский вокзал А времени Оставалось Три с половиной часа Разумеется При таком раскладе Шансов попасть ему На белорусский вокзал И успеть на поезд Было не очень много Я принял решение Довести его До какой-нибудь Промежуточной точки В итоге довез его До Зеленограда По платке Практически мгновенно Мы доехали Чуть-чуть больше Чем за час Из центра Твери До съезда В Зеленограде И там Он взял Местное такси И оно его уже Помчало В Москву На белорусский вокзал Куда он благополучно И успел И был очень доволен И благодарил Даже потом Так вот Поскольку он торопился Я не сказал ему Знаешь, друг Давай-ка поменяй Конечную точку Ну и тогда У меня не было Еще такого опыта Работать с этим Моментумом Знал бы Обязательно Потребовал А так просто Я завершил заказ Ровно там Где его и высадил И мне на баланс В Яндексе Упало Там 2560 рублей За платную дорогу Мне он заплатил 1000 рублей Хотя В итоге Она там обошлась По-моему В 470 Ну короче Какая-то такая сумма Я не помню Сильно меньше 1000 В общем Но тем не менее Поездка была выгодной Каково было мое удивление Когда я этих денег Не получил Мне пришло сообщение Именно в Моментуме Что Эта поездка Выглядит как Мошенническая И поэтому Деньги я не получу Точнее я их получу Но очень не скоро Я сейчас зачитаю Когда именно Значит Мне написали Что В ходе проведения Проверки по поездке Мы выявили Мы То есть кто-то Блять в Моментуме Что стоимость поездки Может быть сильно изменена Либо поездка Может быть аннулирована Оплата поступит вам Когда Яндекс Уже не сможет Скорректировать поездку А это будет Через 2 недели От недели В которой была Совершена поездка В ближайшую пятницу После даты Совершения поездки То есть оплата Будет 12.06.20 На данный момент Можем еще чем-нибудь Помочь Ну конечно Помочь они мне Ничем не смогли Я долго с ними Переписывался Я говорил Что это я Поездку Даже Яндекс Подтвердил И деньги начислил На баланс Но тем не менее Мне они не поступали Переписка была Долгой И я им сказал Что ребята Я Ну про вас Сниму Обязательный ролик Но поскольку Я уже говорил Ролик снять не мог Просто опубликовал Запись И им ее Тоже Тоже Отослал В итоге Мне Хрен знает Когда Уже В конце Июня Деньги За эту поездку Все-таки Выплатили Я ждал их Чуть Больше Месяца И когда я написал В парк Что ну вот такая История Выяснилось Что моментум Всегда Морозит Деньги Любые деньги Которые По мнению Моментума Яндекс Сможет не выплатить Это бонусы Доплаты Персональные цели Если это происходит Ближе к концу Месяца То есть Числа Начиная с 25 По Там Первое Второе Третье число Следующего месяца Вы можете Не увидеть Своих бонусов Доплаты Других денег Которые Яндекс Накидывал Сверху Просто потому Что моментум Боялся Их Аннулирования Яндексом В итоге По Несколько дней В месяц Все водители Сидели Без Причитающихся Им Бонусов И такая История Не могла Разумеется Продолжаться Долго Возмущение Росло Возмущение Перекидывалось На парк И как выяснилось Это не только В парке Космос Это во всех Парках так И постепенно От моментума Стали отказываться И сейчас У моментума Очень плохие Дела Я им предрекал Что Во первых Я им обещал Я сделаю все Чтобы с ними Работало Как можно Меньше Народу И вот Я выполняю Своё обещание Но и без меня Люди стали Понимать Что моментум Это Огромнейшее Наебалово Люди Которые там Сидят Которые понятия И не имеют О том Как происходят Ваши поездки Вдруг Решают Что эта Поездка Может быть Мошеннической Все поездки Загородные Из Твери Куда-то За город Стоимостью Более Тысячи Рублей Отправлялись На ручную Модерацию И деньги Не приходили В течение Нескольких Часов А то и В течение Нескольких Дней А уж Если дальняя Поездка Была Завершена Чуть раньше Нажатием Кнопки Завершить Без Предварительного Изменения Конечной точки То эти деньги Повисали Надолго Практически На месяц И Обидное В этой ситуации В том Что именно Моментум Зарабатывал Максимум На этих Поездках То есть Комиссия Моментума За то Что он Кредитует По сути Парк Выплачивая Деньги Раньше Чем получает От Яндекса Кредитует С помощью Модульбанка Она составляла Больше Чем Комиссия Парка То есть На ваших Поездках Зарабатывал Яндекс Потом Зарабатывал Моментум И только Потом Зарабатывал Парк Ну Соответственно Все что Оставалось От этих Комиссий Приходило Водителю С огромным Опозданием С огромным Опозданием Иногда В течение Нескольких Недель И Некоторые Поездки Не были Оплачены Вовсе Такое происходило И в других Парках И в космосе Тоже Приходилось Компенсировать Эти Деньги Водителю Уже Из средств Парка Потому что Моментум Просто Забивал Болт Поездки Поездки Стоимостью Более Шести Тысяч Рублей Например Пару Таких Случаев Я знаю Больше Шести Тысяч Рублей Стоила Поездка Корпоративная И Моментум Говорил Что Оплата Не поступила По Корпоративному Договору Хотя Оплата Поступила Но не По Корпоративному Договору А как Компенсация От Яндекса Хренушки Водители Эти Деньги Не Доставались Приходилось Компенсировать Моментум Это черная Дыра В которую В любой момент Может улететь Вся ваша сумма За текущий день За длительную Поездку Или все Что покажется Какой-то Высокой комиссией Внутри Моментума Подозрительным Так что Если вы работаете С Моментумом Бросайте Нахрен Идите В любую Другую Платежную Систему В любой парк С любой другой Платежной Системой Ну в том числе Конечно Приглашаем В парке Космоса Ссылки Как обычно В описании И да Кто досмотрел До конца Для вас Бонус Как говорят Если в ролике Нет рекламы Значит он Весь реклама Ну наверное Возможно Это можно считать Рекламой Парка Космос Но тем не менее Спасибо Что Парк Космос Дал мне в свое время Возможность Моментально выводить И очень хорошо Что теперь Есть возможность Выводить Через нормальную Платежную систему А не через Долбанный Моментум Который Всегда Задерживает Бабки На несколько минут На несколько часов На несколько дней И даже на несколько недель Просто Потому что Ему Так Хочется На этом у меня все Не дайте себя обмануть До встречи